Мелкий дождик и пронизывающий ветер. Такую погоду в народе называют гриппозной. Заболеть в такую погоду ничего не стоит. Можно слечь с температурой и с насморком. А иногда последствия у этого заболевания бывают смертельными. Чтобы этого не допустить, нужно сделать прививку. Тотальная вакцинация в Ивановской области началась в начале сентября и продлится до 15 ноября. Обязательно вакцинацию должны пройти пенсионеры, студенты, учителя. А еще все, чья работа связана с большим потоком людей. Первые в очереди сами врачи. Сделать прививку можно в поликлинике, причем совершенно бесплатно. Прежде чем отправиться в процедурный кабинет, необходимо посетить инфекциолога или терапевта. У нас определенный контингент, кого мы должны прививать. То есть мы все это фиксируем. Переносимость некоторых пищевых продуктов, в частности белка куриного яйца, потому что вакцина приготовлена на основе. И согласие, то есть каждый пациент пишет информированное согласие о том, что он готов сделать прививку, потому что любая прививка является иммунологической операцией. Прививка против гриппа даст иммунитет на целый год. Значит, сезонные волны эпидемии осенняя и весенняя укрепленному организму не страшны. По указанию Министерства здравоохранения, привить нужно 40% населения Ивановского региона, то есть 438 тысяч человек. Из них 86 тысяч детей. На настоящий момент у нас поступило 115 тысяч доз вакцины Гриппол для взрослого населения, 26 тысяч доз вакцины Гриппол Плюс, ей прививаются дети и беременные женщины, и 13,5 тысяч доз вакцины Ультрекс, ей прививаются дети старше 6 лет. Ежегодно вирус гриппа мутирует. Этот факт медики учитывают при закупке вакцины. Один укол и организму не страшен ни обычный грипп, ни свиной, ни какой-либо другой. Один день не мыться, в течение первых двух суток может прививаться гриппинюрия. Больше никаких мерцов не будет. Все, спасибо. Будьте здоровы. Медики регулярно рассказывают жителям региона о последствиях заболевания, об осложнениях и прочих опасностях, которые несет болезнь. В прошлом году в регионе зафиксировано 4 смертельных случая. Вакцинация – единственный реальный способ защититься от гриппа. Польза здесь однозначно, что, как показывает практика, своевременная вакцинация от гриппа перед ожидаемым пиком подъема заболеваемости, те люди, которые прошли прививку, они практически в 90-100% случаев не заболевают. Учитывая потребности работающего населения, врачи поликлиник города приняли решение проводить вакцинацию еще и по субботам. А в это воскресенье, 18 сентября, в школах города будут работать кабинеты оказания медпомощи, в которых детям смогут сделать прививку от гриппа.